Любое вязание мы начинаем со снятия мерок, вязать буду на кукленку, вязание образца для расчета и подбора пряжи. Вот три вещи, которые мы должны сделать предварительно. Сейчас мы снимаем мерки. Окружность головы. Это ширина нашей шапочки 37. Записываем. Окружность головы 37. И высота шапочки. Измеряется очень просто. Основание шапочки с одной стороны, до того места, где мы хотим, чтобы она заканчивалась. Другой небольшой припуск, потому что это все-таки шапочка, которая должна иметь хоть небольшую свободу. Получается 24. 24 делим на 2, потому что мы вяжем прямое полотно. Получается 12. Длина изделия 12. Теперь, зная, что у меня, я сделала предварительно петельную пробу, у меня получается 2,5 петли и 4 ряда. Это моя петельная проба на 5 плотности. Все, я записываю. Вот мои мерочки. Мерки головы, окружность головы и длина изделия и петельная проба. Подбираю пряжу. Пряжа у меня вот акрил. Я буду вязать из акрила, потому что мне так удобно, потому что это учебный материал. Вы можете вязать из любого материала, из любой пряжи. Если это зимняя шапочка, конечно, полушерсть. Если это летняя панамка, ну, почему нет, панамки бывают всякие, то это какой-нибудь немецкий или французский хлопок. Можно даже вискозу использовать. Это легкие пряжи. Главное, смотрите, чтобы подходили цвета. Цвета должны сочетаться. У меня коричневый, рыжий и бежевый. Можно взять белый, но бежевый сюда больше подходит для отделки. Теперь составляем схему шапочки. Первое, что мы вяжем... Так, вот шапочка наша будет выглядеть вот так. Вот здесь 12 сантиметров от точки до точки. Из них 3 сантиметра подгиб. Остается 9. 9 сантиметров на саму шапочку. Где-то треть пойдет на... Ну, пускай будет побольше, потому что у меня ушки. Давайте 4 сантиметра пойдет на клинушки и 5 сантиметров пойдет на прямое полотно. Клинушков будет 4. Так, клинья, 4 клина. Вот получается у меня. Вот схема шапки. Подгиб, основное полотно и клинушки. Вот, собственно, и все. 3 сантиметра подгиб, 5 вяжу полоски, потому что кошка у меня полосатая. Посмотрю сейчас, какое количество рядов будет. Исходя из этого, рассчитаю полоски. И 4 сантиметра будут клинушки. Клинушки тоже сейчас рассчитаю, исходя из того, сколько петель и рядов у меня получается. Калькулятор. Итак, здесь 37. 37 петель умножаем на 2,5 петли. 92. 92 петли шапка. 3 умножаю на 2,5 равно 7,5. 8 рядов у меня подгиб. Ну, такой маленький. 5 умнож... Так, почему? Это же ряды 3 до 4. Извините, извините. 12, конечно, на 4. На ряды умножаю. 5 и 4, 20. 4 на 4, 16. Посчитали. 16 рядов. 92 петли. 92 на 4 не делится, учитывая, что свободная шапочка. Давайте сделаем 90. 90 уже проще. 90 делим на 4. 90 делим на 4 равно 22,5. Так, тогда 94 получается. Потому что по 23. 23 умножить на 4. 92. Ну, видите, все было наоборот очень даже хорошо. Все остается. Видите, 92 петли у нас будет шов. Значит, каждый клинушек 23 петли. 23, 23. 23 петли на 16 рядов. Так, смотрим. 23 петли. Это полный клин. Убавки я считаю по половинке. Значит, 23 мы делим пополам. Ну, нечетное число я беру меньше. 22. 11 петель за 16 рядов. На самом деле, в таких вещах не обязательно такая скрупулезность. 11 значит 11. Пускай здесь будет не 16, а 12. И тогда здесь будет 24 ряда. Так гораздо проще. То есть, я в каждом ряду буду делать убавку и все. И вот таким способом я облегчаю себе жизнь. То есть, не обязательно убиваться на сложных расчетах. Немножко можно... Вот эти 4 ряда, они нам погода не сыграют. Зато будут очень тяжело мешать, когда мы будем рассчитывать эти клинии. Вот таким способом мы облегчаем себе жизнь. То есть, 12 петель значит 12. Пускай будет 12 рядов. Мы в каждом ряду будем убирать по одной петле. С одной стороны петля, а с другой. То есть, это гораздо проще. И добавляем 4 ряда в основное полотно. Итак, 24. На что делится? Много на что делится. Если я хочу сделать пестренькую шапочку, я могу сделать узенькие полосочки по 4 ряда. Могу, давайте, по 4 ряда. 4, 4 ряда. 4, то иду по очереди вязать коричневый, рыжий цвет. Отлично. Потом я сделаю коричневую макушку, на ней рыжие ушки, и все отлично. И белый, не белый, а бежевый подгиб. Для разнообразия. Потом у меня здесь будет белый нос, кошачий и белые ушки. Белые, рыжие ушки. Все просто идеально и отлично. Не забываю, что здесь 12. Начинаем вязать. Берем взяленую машинку. Еще такой момент. Когда у меня здесь 92 петли, это чистое вязание. Я должна добавить по петелечке с каждой стороны на сшивание. Но сейчас я буду делать набор на машине, и вы увидите. Это делается для того, чтобы у меня была возможность сшить изделие за один петельный столбик. То есть 92 петелькам основного изделия я добавляю по одной петле с каждой стороны на сшивание. Эти петельки в расчет не идут, ни в каких узорах участия не принимают. Они просто для оформления шапочки, когда я буду ее сшивать. Сейчас идем и начинаем набирать 92 петли на вязальной машине. Удобным для вас способом. Набрали 94 петли. 92 петли изделия и 92 петельки по краям не набрали, а сейчас будем набирать на вспомогательную нить. Для этого используем быстрый набор. Иглы через одну. Этот способ подходит абсолютно для всех машин. Для машин с нитеводом особенно. И провязываем один ряд. Просто прокладываем нить на вот этих всех ниточках, на иголках. И после этого остальные иглы из заднего положения вставим в рабочие. Все. Собственно, это весь набор. Петель очень быстрый, очень удобный. Крайнюю можно обогнуть и считаем, что набор у нас сделан. Так, проверяю язычки. Не всем машинам это нужно. Ой, моей машинке это нужно. Язычки проверить обязательно, иначе она все сбросит. И второй ряд. У нас набор петель завершен. Если у вас машина с нитеводом, вам еще нужно навесить грузики. Очень быстрый набор петель. Набор сделан. Провязываем несколько рядов. В моей машине грузов нет. Немного провязывать не надо. Мне этого достаточно. Нужно разделить вязание. Для того, чтобы, когда я буду вязать подгиб, у меня было четкое количество рядов с одной и с другой стороны подгиба. Потому что, если делать обвив или косичку, этот обвив является половиной ряда. От него немножко сбивается подгиб. А мне нужна будет четкая линия. Поэтому я использую вот такую вспомогательную нить. Берем катушечную нить контрастного цвета к основному вязанию. И один ряд катушечной ниточкой. Это нужно для того, чтобы у меня были хорошо видны открытые петли. Катушку лучше закрепить. Потому что в принципе она нам понадобится достаточно скоро. Будем надевать подгиб. Так. С этим закончили счетчик. Я его периодически снимаю, чтобы он у меня не работал и не изнашивался. но сейчас он будет нужен. Берем основную нить. Начинать буду коричневой. У меня коричневая нитка. Провязываю 4 ряда на рабочей плотности. Рабочая плотность у меня сейчас пятая. На пятой плотности это на моей Машеньке. На вашей смотрите. Вы должны сделать предварительную петельную пробу и подбор плотности. 4 ряда. Крайние петельки главное, чтобы провязали. Раз, два. Закрепить нить. 3, 4. И каждое действие я запоминаю. Я провязываю сейчас 4 ряда. Я это запоминаю. Мне еще обратную сторону вязать. Точно так же. 3, 4. Отлично. Теперь берем другую нить. У меня она бежевая. В общем-то давайте 5, потому что я пробовала вязание 5 рядов. Я просто хочу убрать с этой стороны нитку. Мне неудобно. 5. И записала, что я провязала 5 рядов. Обязательно записала 5 рядов. Потому что мне вязать обратную сторону. Теперь ставлю в переднее нерабочее положение все иглы. Кроме крайних. На крайних я сейчас буду вывязывать. Вот эта иголочка, которая у меня пойдет на сшивание, она тоже сейчас будет работать. Беру бежевую ниточку и ориентируясь на 10 игл. На самом деле вы можете ориентироваться на любое количество игл. У меня просто на машинке серебряные платья, на мне это очень удобно. У вас могут быть абсолютно любые ориентиры, если на машинке никаких отметок нет, сделайте их сами. Берете бумажный скотч или пластырь, или если машинка черная, как у меня, на ней можно мелом нарисовать. В общем, любым способом вы отмечаете себе равные вот эти промежутки на вязании для того, чтобы сделать зубчики. Зубчики очень украшают, они необычные и мы их сейчас с вами провяжем. Для этого разделили наше вязание на равное количество игл, частей. Берем отделочную ниточку, у меня она бежевая, и провязываем до метки. до метки один ряд на рабочей плотности. Обвили иголочку, стоящую за нашей меточкой, поставили в переднее положение, иглы, которые у меня выходят за эту метку. Вот так. Провязали ряд на 10 иголках. И теперь так, обвили иголку, и теперь выводим по 2 иглы из работы. 2 иглы вперед, провязали ряд, обвили иголку, стоящую в переднем рабочем положении, 2 иглы с другой стороны. Убираем по 2 иголки. 2 иглы с этой стороны, 2 иглы с другой. У меня осталось 2 иголки. Отлично. Я ставлю рабочее положение все иглы, оставшиеся до следующего, до следующих 10 иголок, и следующие 10 иголок. Для того, чтобы перевести нить на следующий треугольник. Как вариант, можно каждый раз отрывать ниточку и начинать заново. но я очень не люблю рвать нитки, я лучше переведу вязание на другую сторону. Вот таким способом. Перевели сразу десяток, которые мы уже провязали, в переднее положение. У меня в работе 10 игл следующих. Я провязываю на этих 10 иглах один ряд, обвиваю иголочку, стоящую впереди, и вывожу по 2 иголки из работы. С одной стороны, две иглы с другой, две иглы, две иглы. Провязала на двух иголках, ставлю в рабочее положение десяток игл следующих и оставшиеся иголки до следующего десятка. Не забудьте отключить рычаги частичного вязания. Я вам не сказала, но я думаю, вы сами догадываетесь. Когда у нас есть хоть что-то, стоящее в переднем рабочем положении, хоть какое-то количество игл, рычаги мы отключаем, иначе машина поставит их в работу, и у вас не получится рисунок. Ряд провязываю. Убираю сразу уже провязанный десяток. Провязываю ряд на новом. Две иглы вперед, две иглы вперед, две иглы вперед, две иглы. Провязали на двое. Обвили иглу, стоящую впереди, и выставляем рабочее положение все иголки этого десятка и следующий десяток. Так мы вяжем до конца вязания. Сейчас мы с вами вывязываем как раз вот эти очень интересные волны по низу шапки. Один ряд. Убираем все иглы предыдущего десятка и провязываем ряд на оставшемся. И так далее. По две иглы вперед, две иглы вперед, две иглы, две иглы. Остается две и ставим в рабочее положение и все иголки следующего десятка. До конца шапочки доходим таким способом вывязывая полукруги. Вывязали все полукруги. Вон они у меня так красиво выглядят. Ставим все иглы в рабочее положение и провязываю два ряда коричневой ниткой. Но провязываю не просто, а на более свободной рыхлой плотности. Для того, чтобы освободить, дать возможность этим полукругам свободно лежать. Поэтому у меня рабочая плотность пятая. Я ставлю шестерку и два ряда коричневой ниточкой провязываю. Могу рыжие, кстати, тоже интересно, но это будет очень пестрое, Коричневый, рыжий, неважно, выделить. Это я делаю для того, чтобы сбить обкрутки, какие есть. И очень у многих такая проблема, когда вывязывается частичным вязанием, что ты вяжешь, получаются плавную линию получить. мы это и делаем. Два ряда на более свободной плотности. Я вяжу на шестерке. Раз, линит, два. Сразу рабочую плотность на место, чтобы не забыть. Итак, я вывязала середину подгиба. Вот мой подгиб весь. вот такой вот он будет. Теперь я вяжу обратную сторону. Для этого ставлю все в переднее рабочее положение. Раз уж у меня нить осталось там, начну с той стороны. И делаю все то же самое, только с той разницей, что начинаю вывязывать серединки. То есть у меня уголок остренький появился сюда, получился. Поэтому и начинать я должна с уголка. Если я основание вязала с 10 игл, то теперь я начну вязать с 2 игл. То есть беру коричневая больше не нужна. провязываю до двух игл. Один ряд. Вот эти две иглы центральные. Так проверяю, что раз, два, три, четыре, пять. Так, ошиблась. Вот так у меня две иголки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, один ряд. Убираю в переднее положение иглы остальные и начинаю так провязываю рядок и по две иглы ввожу. Сделаю обратную операцию. Теперь я ввожу иглы. обвели и поставили так, где у меня две центральные раз, два, три, четыре, один ряд. Сразу убираю все остальные. На двух иглах провязываю две иглы и начинаю вводить в работу. Две, 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 две. Так, где две центральные вот эти, их ввожу в работу и те иглы, которые у меня перед ними находятся. Сразу убираю все в переднее положение. вот две центральные, да, четыре, четыре, два ряда в них и по две иголочки как выводили, так и вводим. Все делаем то же самое, только в обратной последовательности. До конца не забудьте, главное, поменять плотность, потому что, если вы плотность оставите повышенную, у вас все вязание перекосит. и все иглы убираем. Остается две центральных, на которых и начинаем и продолжаем вот так вот вязать. И до конца вязания мы вывязываем вторую часть наших уголков. Провязали двойную часть подгиба и теперь пять рядов коричневой ниткой вторую часть подгиба. Раз, здесь незакрепленная ниточка я ее завяжу. Два, три, четыре, пять. Все, подгиб связан, видите, вот эти полукружки. Вот так они видны хорошо будут. Сейчас мы должны подгиб оформить. для этого открытые петли. Видите, контрастная нитка очень хорошо видна. Петли вот они, их замечательно видно. Надеваю на иголки, не снимая вспомогательную нить. для этого нужна была именно контрастная вот отлично видные петли, очень рыхленькие и свободные. Их всех просто надеваю на иглы машины. Не снимаю, опять же повторю, вспомогательную нить. очень хорошо видно. Все, весь подгиб надеваем на иголки до конца ряда. После этого можно спокойно вытащить катушечную нитку и оторвать вспомогательную, если это нужно. Если у вас на ней висят грузики, оставьте эту вспомогательную нить, вы ее уберете, когда закончите вязание. Надеваете подгиб. Надели подгиб, вот у меня вспомогательная нитка осталась, вот зубцы, совершенно четко выделяются, провязываю соединительный ряд. Для этого плотность пятая была, ставлю пять с половиной шесть, для того, чтобы у меня не было видно перетяжки. Если я буду делать соединительный ряд на рабочей плотности, с лицевой стороны этот ряд будет виден, он будет таким рубчиком, я этого не хочу, поэтому ставлю шестую плотность и провязываю один ряд. И теперь такой момент, какой пряжей то я могу начать и с коричневой, а могу начать и с рыжей, поэтому коричневую оставляю, беру рыжую, рыжую полоску, вот с рыжей и буду начинать. У меня шестая плотность, я собиралась вязать 24 ряда, так, уточняю, 24 ряда разноцветной полоски, то есть коричневая и рыжая, коричневая и рыжая, по 4 ряда 6 раз, поэтому сейчас я вяжу 4 ряда рыжей, первый ряд на повышенной плотности, то есть на более рыхлой, раз, сразу ставлю рабочую, два, соединяю ниточку, чтобы ничего не расходилось, три, четыре, четыре ряда провязала, меняю нить на коричневую, четыре ряда, нить на рыжую, и так далее, вяжу 24 ряда, 6 полосочек, и начнем вывязывать макушку, связали шапочку, у нас остались убавки, мы сейчас будем вывязывать макушку, макушку уголками, макушку, когда рассчитывали, выяснили, что один клин у нас будет 23 петли, поэтому я разделила машинку по 23 петли, поставила метки, у меня на машинке можно рисовать, поэтому я мелом нарисовала метки по 23 петли, 4 если у вас на машине рисовать нельзя, наклеивайте меточки, либо пластырь, кусочек, маленькую полосочку, или бумажного скотча, все иглы, кроме первого клина, в переднее нерабочее положение, рычаги, естественно, частичное вязание отключаете, чтобы эти иглы не вошли в работу, и начинаем вывязывать клин, выбираем, чем я буду вязать более темной пряжей, и начинаем, два ряда провязали, не обвивая ни в коем случае иглы, стоящие в переднем положении рядышком, раз, два, и теперь берем двух или трех игольный деккер, видите, вот, две или три иголки у него, и любой вариант выбираете, либо двух, либо трех игольным, и делаете убавки с двух сторон одновременно, если шапка большая, можно и трехугольным, маленькая, можно и двух, это зависит от того, хотите выведить дорожку на клинушках или не хотите, в общем, мне дорожка не очень нужна, поэтому я ее делать не буду, двухигольный деккер, и пересаживаем просто одну петлю, с одной стороны, и со второй стороны, иглы назад, освободившиеся, и два ряда, такой момент, у нас, поскольку первый и последний клинья идут на одну петлю больше за счет того, что у нас на сшивание пойдет, вот эта вот петля у нас как шла, так и будет идти крайнее на сшивание, поэтому она как делаю убавки две петли и две петли с разных сторон, так и делаю, то есть я не обращаю внимания на то, что у меня эта игла была лишняя по расчету, то есть я разметила 24, 23, 23, 24, вот так вот, потому что вот эти вот петли, которые у меня на сшивание идут, мне их девать в общем-то уже и некуда, они не особо и нужны, потому что на сшивание пойдут уже другие петли, так, два ряда, вот так, каждые два ряда убираем по петельке до расчетной величины, оставляем на стяжку такое количество петель, которые у нас остаются, но желательно, чтобы их было как можно меньше, потому что вот в эти клинушки мы с вами будем сшивать ушки, нам нужны хорошие клини, но сколько останется, столько останется, по расчету убираем количество петель по две, с каждой стороны, то есть по одной петле, с каждой стороны, каждые два ряда до расчетной величины, мы оставляем, я оставлю по 4 петли и остальное буду убирать, и так каждый клин делаем раздельно клинья все раздельные в этой шапочке, мы связали шапочку, такая полосатенькая у нас получилась, с уголками беленькими, в общем-то все очень хорошо, последние петли, которые у меня оставались, я собрала вот так на ниточку, просто на белую нитку, на стяжку, потом я все вместе соберу, когда сошью клинья и стяну, пока каждый клинушек у меня закончился несколькими петельками, и вот на просто контрастную ниточку я их собрала. Теперь я могу убрать вспомогательную нитку, просто выдергиваю катушечную и вспомогательная нитка сама собой уходит из вязание так остается крепкая нитка попалась сейчас мы ее вытащим и будем вязать ушки ой зацепила ну ладно будем сейчас вязать ушки для этого мне нужно посмотреть ну сейчас сниму вспомогательную она мешает но утолщает на вязании не нравится все вспомогательную убрали очень легко сразу стало все гораздо симпатичнее видите за счет того что мы делали увеличение плотности изменение плотности у меня вообще не видно здесь перехода подгиба как правило остается у всех очень некрасивый рубчик у нас этот рубчик отсутствует за счет изменения плотности с изнанки все очень ровно очень красиво очень хорошо вот эти четкие совершенно зубчики их надо будет подпарить чтобы они не были такими толстенькими они улягутся и будут очень хорошо лежать серединка на месте видите зубцы получаются очень гладкими потому что мы делали соединительный вот этот ряд общий если бы мы этого не делали у нас бы зубцы получились ступенечками за счет вот этих вот рядов произошло сглаживание и зубья получились просто идеальными и потому что мы делали все симметрично они абсолютно одинаковые двух сторон теперь вяжем ушки для этого ушки я буду вшивать между клинями поэтому они получились у меня вот такими раздельными я их буду сшивать одновременно вшивая внутрь уха мне нужно посмотреть на каком количестве игл я могу вязать ухо чтобы оно поместилось между клиниями ухо ухо и я его буду вязать рыжим бежим внешне внешняя сторона рыжая внутренняя бежевая начинаем с внешней стороны плотность рабочая пятая так и удобным способом каким вам больше нравится конечно предпочтительнее здесь тоже было бы делать бросовую нить с нее и начнем потому что потом это все вместе наденем на иглы и будет гораздо аккуратнее край помогательная ниточка любым удобным способом нужно челообъем значит объем несколько рядов обязательно катушечный вы видели для чего гораздо проще надевать когда катушка есть и начинаем взять рыжим цветом начало внешнюю часть для начала надо определиться какие у кошки будут ушки остренькие или кругленькие ну будем вывязывать длинные острые уши поэтому сейчас раз два вывяжем основание уха ухо уже не сразу начинает в треугольник уходить мы провяжем четыре ряда крепить нитку четыре ряда раз два главное запомнить три четыре четыре ряда основания уха и теперь начинаем делать убавки то есть начинаем выводить по одной игле опять уголок вяжем до минимального количества иголок одинаково еще раз провяжу так эта нитка мне больше не нужна берем бежевую и такой момент смотрите у меня рабочая плотность пять я ставлю четыре я делаю плотность плотнее на единицу а то и на полторы две и беру серую ниточку начинаю внутреннюю часть уха вывязывать на более плотной плотности завязать чтобы ничего не оттопыривалось никуда два ряда мы провязывали рыжий значит два ряда и бежевый и начинаю по одной вводить иголки в работу сейчас посмотрите какой эффект дает смена плотности до конца довязали до основания ухо ставим рабочую плотность и четыре ряда эту нить больше не нужно берем вспомогательную можем воспользоваться уже той которая у нас была но она совсем такая же давайте возьмем другой цвет контрастную чтобы было видно и смотрим что у нас получилось главное не распустить мне помогать нить раньше времени у нас получилось ухо вот такое вот ухо видите и за счет смены плотности внешняя часть больше чем внутренняя вот внешняя часть ушка а вот внутренняя вот такое очень аккуратное и уже самодостаточное ухо остренькое ушко если если бы нам нужно было ухо побольше мы тогда просто не делали открытые петли а закрыли бы их и можно было это ухо припосаживать как угодно но поскольку сейчас мы будем открытые петли надевать на иглы и соединять шапку и ухо одновременно то 12 значит 12 вот какое ухо есть такое есть вяжем еще одно точно такое же ушко не забывайте менять плотность в процессе вязания это очень важно иначе не получится вот такого эффекта во первых ухо получается загнутым видите оно загибается само потому что внешняя часть больше чем внутренняя и внешняя часть находит на внутреннюю это тоже очень интересный эффект добиваться его можно только сменой плотности второе ушко и сейчас будем все соединять так теперь мы можем соединять уши и шапку средний шов у нас однозначно без ушей он сам по себе мы можем его сшить совершенно спокойно сшивать будем косичкой либо на вязальной машинке тут как вам удобно один петельный столбик у нас как раз для этого и выделен мы можем взять за ту нить которая у нас есть либо сверху и спокойно сшивать шов берем сшиваю отставляем можно было подлининочку оставить но не оставил значит привяжу сшиваем сверху совместили две верхушки чтобы мы четко вышли на одну линию придерживаем пальцами вводим крючок в основание один петельный столбик с одной стороны один с другой четко и поехали один петельный столбик здесь один там и натягиваем вязание натягиваем полотно обязательно вот у меня даже когда сшиваю эти пальцы держат вязание вот этот палец держит нитку вот и растягиваю растягиваю полотно то есть вот здесь вот оно должно быть натянуто и тогда у меня будет ровный-ровный шок если вы привыкли сшивать по-другому сшивайте как вам нравится но вообще полотно должно быть натянута обязательно по линии сшивания тогда у нас не будет стянутости потому что косичка она достаточно такая неэластичная шов неэластичный и если мы его затянем у нас исправить его будет очень сложно поэтому натягивайте полотно и обязательно натягивайте вот эту вот нить вставили крючок в один петельный столбик во второй петельный столбик с другой стороны и протянули ниточку между ними у нас появилась петелька на крючке оставляем петельку крючок в один петельный столбик другой подтянули затянули там затянули здесь протянули нить через все петли получили еще одну петельку так совместили все и с обратной стороны совершенно ровный шов получается отличный отличный шов поэтому вот так вот мы сшиваем сейчас передний шов и приступаем к шиванию ушей боковые швы боковые части клинив передний шов сшит так вот то что у нас пойдет шов назад и вот эти вот боковые шовчики нас интересуют сейчас берем ухо и смотрим как оно должно лежать это перед вот так вот ухо и ляжет у нас вот светлой частью внутреннее ушко пойдет вперед рыжая часть пойдет назад так оно будет лежать значит вот так я его и соединю выворачиваю наизнанку кладу ухо вот так вот я его и буду надевать на вязание поэтому сразу достаю машинку вот эти вот 12 петель которые у меня были на ухо и плюс еще по одной дополнительно вот так вот делаю так чтобы языки были открыты вот моя задача сейчас все это соединить то есть сначала ухо главное вот так вот и держать надеваю на иглы первую часть это первая петля будет вот это последняя будет остальные надеваются очень просто сначала берем серединку на среднюю углу серединку на эту иглу и так далее то есть каждый раз берем среднюю часть один петельный столбик главное не перепутать не взять лишнего иначе мы собьем будет очень некрасиво так одну часть надели берем ухо а нос оно было надето вот так по замыслу как как замыслили так и надеваем и открытые петли у нас их было 12 надеваем на иглы машины 12 петель раз они разделяются вспомогательной ниточкой катушечной очень удобно надеюсь что мы сейчас ничего не перепутаем и последняя одна часть уха надета берем вторую часть уха чтобы ничего не слетело вторая часть уха те же 12 петель они уже пытаются убежать потому что слишком много тут надевается поэтому нельзя сначала убирать вспомогательные нитки сначала мы все надеваем потом будем убирать нитки так но вспомогательные нитки придется убрать по-любому потому что нам будет иначе очень тяжело закрывать большой достаточно объем здесь вязание последний раз и два так все наделось нитки вспомогательные убираю с одной с одной стороны вытаскиваю катушку с другой стороны убираю вспомогательные нитки так ухо надето и сверху накрываю это все второй частью так и последнее вот здесь стараюсь это все теперь равномерно точно так же каждый раз выбираю серединку надеть на иглы это самый простой способ самый аккуратный потому что если буду просто вшивать уху у меня будет грубый шов вот этот способ дает самый-самый тонкий и аккуратный шов я пробовала по-всякому вшивать уши вот этим способом самые идеально вшитые уши получается вот такой у нас тут с вами бутерброд получился из аж четырех слоев и вот эти вот ниточки там стяжка будет уже это последнюю очередь у меня здесь какая-то нитка вот ей могу и закрывать привязываю к ней рабочую нить начинаю с этой стороны а не с внешней потому что здесь видите у меня заканчиваются петли я боюсь их потянуть поэтому вот из внутренней части все и берем заодно убираем все хвосты никаких хвостов у меня тут не остается и начинаем закрывать если вы не уверены в том что вы хорошо можете закрыть вот это вот вязание можете провязать один ряд но правда такое количество мало какая машинка сможет провязать поэтому просто закрываем вот у нас висит все это на иголках перед нами очень удобно и мы все это аккуратно сейчас закроем на вязальной машинке косой же вытащили вперед иголку обернули обкрутили эту иголку впереди стоящую и по одной игле подтягивая чтобы у нас уши не не оттопыривались никуда не вылезали самый лучший способ в данном случае это все-таки косичка не иголкой не пересадками не перекидками а именно косой та же косичка что и при сшивании передней части только немножко по-другому она используется и зашиваем ухо сейчас посмотрим что у нас получилось чуть-чуть этот способ хорош еще и тем что с машиной ничего не падает ничего не надо держать завязали узелок все смотрим что получилось отлично вшитое ухо видите все абсолютно ровно ухо вшито идеально вообще ничего не надо делать вшито правильно вперед светлой частью назад рыжий как у котов и есть темное ухо сзади светлое ухо спереди можно еще кисточку приделать будет еще вообще здорово точно так же сейчас пристраиваем второе ушко вот оно смотрим как оно должно ложиться выворачиваем и надеваем все это на машинку на те же 14 петель и повторяем эту операцию еще раз у нас два идеальных уха здесь торчащая нитка мы ее просто внутрь уха заправляем и все и нет нитки она мешать нам не будет потом все нитки которые у нас останутся внутрь ушей заберете уши пустые внутри в них можно сложить все что у нас будет мешать так пришиваете второе ухо уши пришиты осталось сейчас нам делать боковой шов и взиономию кота все постепенно делаем боковой задний шов у меня все безобразие убрать для начала беру рабочую нить для того чтобы сделать стяжку здесь все что у меня было все эти вот коричневые ниточки они пока не будут мешать мне их придется потом связать друг с другом их тут очень много потому что каждая нитка заканчивалась плюс еще зашитые уши боковые края кстати еще раз хочу вам показать швы где шов сам по себе шов боковой и шов пришивания ушей они абсолютно одинаковые самый аккуратный шов вшитые уши видите уши вшиты а никаких никакой безобразия изнутри нету очень очень чистый шов получается самый лучший способ вшивания вот таких вот деталей ну даже если это будет не уши а что-то другое мало ли вы что-то будете пришивать итак вот эти коричневые ниточки я убираю сейчас моя задача убрать белые белые нити у меня стягивают петли поэтому сейчас на крючок либо на иглу я собираю все петли и продеваю нить очень удобный способ вот так вот хранения петелек на вот таких ниточках никуда не убегает и не надо много вспомогательных то есть не надо много-много ниток навязывать достаточно одной ловим все-все петельки чтобы у нас ничего не распустилось и так вот собираем их все потому что в процессе работы у нас они пытаются куда-то собраться свернуться сейчас их надо всех подтянуть и собрать на крючок или на иглу как удобно вот вся макушка собрана на крючок эти нитки мне больше не нужны но прежде чем их отрывать я сначала продену нить которую буду сшивать изделие на через через эти все петельки вот продели все петли надеты теперь могу эти белые нитки спокойно убрать еще раз а да уже испугалась еще раз смотрю что у меня все надето все петли на месте могу стягивать вот эти вот ниточки пока пусть болтаются я их уберу потом когда у меня будет стяжка но прежде чем сшивать естественно надо приколоть петли петельки тут скалываю вязание совмещаю булавочками все горизонтальные полоски это обязательно чтобы у нас шапка шла по кругу без каких-то сбоев если будет сбит не рисунок полоски горизонтальные будет уже некрасиво наша шапка должна выглядеть красиво со всех сторон изнутри снаружи и сзади и спереди поэтому совмещаем все полоски скалываем их булавочками и сшиваем точно так же как переднюю часть натягивая как следует полотно в конце концов можно даже сесть удобно так между коленками зажать переднюю часть и натянуть и тогда у вас освобождается рука вы можете только поддерживать веревку и вязание одной рукой сшиваете второй держите веревку коленками оттягиваете полотно очень удобный способ самое главное хорошо натянуть тогда у вас шов будет отличный и за один петельный столбик вот так вот все наше изделие до конца и сшиваете после сшивания получается вот такая уже самодостаточная катошапка шов сшит кстати не забываем что мы за один петельный столбик когда сшиваем у нас очень хороший получается вид изделия шва практически не видно теперь вот эти вот вот эту бахраму которая у нас осталась в большом количестве внутри мы можем просто вот так взять ее оптом завязать друг с другом и отрезать она в общем-то уже не будет мешать ничего не распустится главное хорошенько завязать поскольку стяжку мы сделали уже другой ниткой эти ниточки нам мешать не будут их много их просто завязываю вот так вот крепким-крепким узлом и отрезаю но не пацаны и корешок а вот чуть-чуть чтобы они точно уже никуда не делись то, что мы пришивали все убрали все ниточки это у нас узелки были связаны с рабочей нитей с шивной все вот изнутри шапка такая снаружи шапка практически готовая можно ее оставить и так она уже самодостаточна надо только отпарить вот эти вот нижние края потому что они вот такие вот толстые как были никак не улягутся их надо отпарить намочить тогда они лягут и станут плоскими сзади шапочка выглядит и спереди шапочка все все отлично отпариваем чтобы было видно чтобы все было видно как это лежит и можем померить на ребенка На моей кукле все это сидит просто отлично.